Андрей Кузаков, телеканал Донбасс. Без обеда. Донецкий национальный университет закрывает студенческую столовую и буфеты. Учащиеся собираются защищать привычное место питания, а уволенные сотрудники столовой уже подали иск в суд. Кто теперь будет кормить студентов, пыталась выяснить Виктория Чистюхина. Буфетщица Светлана Булгакова показывает, чем сегодня кормят студентов в столовой Бригантина. Это хачапури. Осталось две штучки. Булочка со сгущенным молоком и четыре бутерброда с сыром. Студентов небогатый ассортимент буфетов устраивает и особенно цена. Сейчас я втрачу в день, чтобы хорошо покушать, то есть чай и бутерброд, но около 10 гривен. В будущем, я думаю, менее 25, но это не обойдется. О том, что с 1 ноября в университете будут закрывать столовую и буфеты, студенты узнали из объявлений. А работники общепита и с приказом. Мы подписали приказ о том, что нас увольняют. Через месяц после выхода приказа университет прекратил финансировать поставки продуктов. Но витрина опустеет уже завтра. Работники столовой говорят, что вместо них в учебных корпусах откроют точки общепита коммерсанты. Цель здесь, наверное, коммерческая – сдать в аренду помещение. Создать СПД, где, я так понимаю, чтобы сократить расходы. Руководство УЗА свое решение уволить персонал столовой объяснил ее убыточностью. Заведующая Бригантина уверяет в обратном. Мы не являемся убыточным для Донецкого национального университета. Просто это искусственно было сделано где-то с марта 2011 года. Искусственно неправильными цифрами были повешены на нас расходы коммунальные. Студенты намерены отстоять привычные места для питания. Мы составим коллективную заявку. Подписи будем собирать. Вот, гляньте, сколько студентов. Все хотят кушать в буфете. Студенты поддерживают работников столовой под ее стенами. Сегодня пришли специально пообщаться с журналистами. Говорят, денег теперь хватит только на фастфуды. Стипендия у нас, скажем так, на уровне очень низком. Если прожиточный минимум, у нас около тысячи, а стипендия всего лишь 520 гривен. Ну, я не знаю, как студенты вообще здесь выживают. И закрытие абригантина, открытие частного какого-то комплекса, это будет для студентов вообще, скажем, холодный такой вот периодом. 20 уволенных сотрудников студенческой столовой уже подали иск в суд. Главное требование – отменить приказ о ликвидации. Имеет ли ректор, согласно действующему законодательству, точнее, исполняющий обязанности ректора, ликвидировать структурное подразделение? По уставу Донецкого национального университета, исполняющий обязанности такого права не имеет. Где будут питаться студенты с 1 ноября и куда деваться уволенным сотрудникам абригантины, с этими вопросами мы обратились в пресс-службу Донецкого национального университета. Но там нам сообщили, что исполняющий обязанности ректора Петр Егоров ситуацию комментировать отказался. Виктория Чистехина, Евгений Якунин, телеканал «Донбасс». Дымовые шашки, горящие...